Вестник Тарту Вестник Тарту Вестник Тарту Вестник Тарту Вестник Тарту Вестник Тарту И существуем мы сейчас за счет тех средств, которые предоставляет это недоходное объединение И частично за счет рекламы, но, скажем так, на самоокупаемость газета еще не вышла Это наша цель, чтобы она сама себя окупала Работает наша команда на энтузиазме Сколько, кстати, человек у вас в команде? Достаточно работников? У нас есть костяк 4 человека и плюс человек 10, наверное, которые с удовольствием нам пишут Которые предоставляют материалы, которые... Ну, либо они предоставляют материал, по которому мы потом составляем статью Либо даже сами пишут статьи, очень много заинтересованных на самом деле Бывает такое, что в номер все не помещается, переставляем на следующий Какова доля авторских материалов? Или вы пользуетесь информационными агентствами в основном? Мы используем в основном своих корреспондентов, скажем так, да, и людей, которые нам пишут Ну и вот если у нас 8 полос, то в среднем 7-8 авторских материалов у нас там и есть С какой периодичностью газета выходит? Раз в две недели, получается? Раз в две недели, да А где ее можно будет взять, если вот люди заинтересовались? Тем более, что бесплатная газета наверняка где-то в общественных пунктах она есть В общественных пунктах она есть У нас стоят корзины в торговых центрах Точнее список можно посмотреть на нашем сайте и в фейсбуке на нашей странице Весник Тарту, там и там, и там есть перечень полный тех мест, где есть корзины Последнее место, которое открылось, вот сейчас те самые 600 экземпляров, которые добавились Это Вахи, Сельвер Тарту студенческий город, насколько тем посвящается обычно студенческой жизни? Небольшая часть, поскольку студенты, как правило, любят читать на государственном языке Они им владеют, и для них это не такая большая, может быть, часть аудитории То есть у Тартуского Вестника, в принципе, другая возрастная категория Да, это люди постарше, это люди, которым комфортнее читать на русском языке Которые интересуются теми событиями, которые происходят в городе Потому что студенты, как правило, они живут в своем отдельном мире Я как бывший студент, который жил в Тарту 6 лет, это прекрасно понимаю А местные жители, у них немножко своя тематика Но у вас есть и сайт, вестник-тарту.е Что это? Это своего рода зеркало газеты в интернете? Или это самостоятельный ресурс, который предлагает даже больше, чем можно прочесть на бумаге? Больше только в том плане, что бумага не помещает все те фотографии, которые делают наши фотографы Допустим, у нас есть фотограф Владимир Мюллер, который с удовольствием делает нам... Всю фотогалерию может выложить Ну и под занавес такой немного философский вопрос Сегодня много говорится о том, что бумажная пресса уже отжила свое Но тем не менее, вы занимаетесь изданием новой газеты Именно на бумаге ее представили Каково ваше видение? Что будет с прессой твориться в ближайшие годы? Конечно, молодежь очень заинтересована интернет-ресурсами Ну, во-первых, часть интернет-ресурсов переходит на платный контент Или частично платный, да? А во-вторых, все-таки еще остаются люди, которым хочется и может сочетать на бумаге И эти люди с удовольствием просят нас, допустим, сделать возможность Чтобы мы могли заказывать на дом эту газету, чтобы очень быстро... Еще нельзя на дом заказывать? Нет, пока нельзя В скором времени... Можно анонсировать уже, что в скором времени появится такая услуга? Подумайте об этой опции Мы над этим работаем Многие бесплатные издания, кстати говоря, предлагают эту возможность Ну вот хотелось бы еще добавить, если есть пара секунд, что вот к вопросу о самоокупаемости Мы очень все-таки надеемся, что рекламодатель в нас поверит, поймет, что у нас солидный тираж Что у нас солидная команда, допустим, Людмила Шульц с нами работает И все-таки у нас будет больше площади и, может быть, будет... Ну да, в этом плане можно сказать только, что Москва не сразу строилась И главное, чтобы ваш инвестор дождался того момента, когда деньги придут А мы вам этого желаем искренне Вестник Тарту, новая газета на русском языке, стала выходить в студенческом городе А у нас в гостях была ее главный редактор Анна Гудым Спасибо Спасибо